Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 24 июня, пятница В живописной местности, где расположен Исанбаевский летний лагерь колхоза имени Энгельса, 22 июня состоялся районный конкурс операторов машинного доения. Конкурс был организован управлением сельского хозяйства и продовольствия. Участвовали 20 операторов из колхозов и совхозов района. Среди них лучшие из лучших опытные доярки Рауфа Муксинова из колхоза Парижской коммуны, Павлина Баширова из колхоза Победа и неоднократный победитель районных и республиканских конкурсов Салават Хафизов. Поздравил всех с праздником и открыл конкурс начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Алим Боревич Салихов. Главный зоотехник управления Митхат Зиевич Суфьяров ознакомил собравшихся с условиями, как и как будет проходить конкурс. Операторам предстояло соревноваться по трём видам – по санитарной подготовке и чистоте молока, по разборке и сборке доильных аппаратов и подойке. В судейские коллегии специалисты ветеринарной станции, ветеринарно-бактериологической лаборатории, масло-сыр комбината, управление сельского хозяйства и продовольствия, линейно-монтажного управления ремонтно-технического предприятия. Поздравил также собравшийся с началом конкурса глава администрации колхоза имени Энгельса Айдар Габдулхакович Бадамшин. Настроение было у всех отличное, но нужно было и учесть то, что многие колхозы и совхозы решили не участвовать на конкурсе. Проведение конкурса «Добрый знак», ведь это школа мастерства. Ни в коем случае нельзя игнорировать то, что стало уже давно традицией. Участвовали операторы из колхоза имени Мичурина, Калинина, Энгельса, из Буйского совхоза, из колхоза Максим Горький, Большевик, Победа, Правда. Недавно оператору из колхоза имени Максима Горького Нуряхмедову Федорису было присвоено указом президента Республики Башкортостан почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Поздравляем его от души. Среди операторов были также и участники художественной самодеятельности. Послушайте, поет оператор машинного доения из Буйского совхоза Хафизов Салават. А тем временем конкурс продолжался. Участники один за другим вытянули билеты с заданиями. Они должны были ответить на ряд теоретических вопросов. Очень интересно было наблюдать за ходом разборки и сборки доильных аппаратов. Смотрите, как быстро и аккуратно работает доярка из колхоза имени Парижской коммуны Хисамова. Операторы соревновались за первое место, за звание лучшего оператора среди мужчин и определялся на конкурсе самый молодой оператор машинного доения. Пока шел конкурс, мы побывали в доме животноводов летнего лагеря. Поинтересовались у заведующей Миньяххановой Разилея Файзелхаковны, как обстоят дела. В летний лагерь перешли одним из первых в районе, сказала она. Животные легко приспособились к новым условиям, так как летний лагерь не из новых. Всего здесь содержится 125 голов скота. Работают 5 доярок и трое скотников. В день надаивают по 12-14 килограммов молока от корова. «Естественные пастбища, многолетние травы, все здесь имеется в достаточном количестве. Но мешают дожди», сказала Разилея Файзелхаковна. «Как бы то ни было, полугодовой план мы выполним вовремя», заверила она. Здесь, в Висанбаевском летнем лагере, что нечасто встретишь в других лагерях колхозов и совхозов района, имеется телеотменник. Конечно же, это улучшает работу доярок. Нужно отметить и то, к чести тружеников колхоза Энгельса, его администрации, встреча конкурсантов была организована на высоком уровне. Добрая улыбка хозяев, горячая пища, музыка, которая лилась через репродукторы, повышала настроение конкурсантов. Первое место по итогам конкурса занял Хафизов Салават из Буйского совхоза. По чистоте первым оценила Мухаммедшина Зухура из колхоза имени Энгельса. А разборку и сборку произвела быстрее всех Кашапова домира, установив районный рекорд из колхоза имени Мичурина. Сегодня в Бузяке состоится республиканский конкурс оператор машинного двоения. Там участвуют Хафизов Салават и Максим В. Рауфа. Пожелаем им успехов. А сейчас, как вы уже видите, мы находимся на подсобном хозяйстве элеватора. Конечно, об этом предприятии, об их делах и проблемах мы уже показывали. Много пишут и в страницах районной газеты, да и республиканская печать не остается в стороне. Действительно, сама жизнь заставляет крутиться, менять стратегию и тактику ведения хозяйства, искать новые пути поддержания и развития экономики, проявлять выдержку, инициативу. Конечно, это нужно делать не одному, а вместе со своими единомышленниками, специалистами, рядовыми работниками. Не только организаторской деятельности, но и тому, как решать социально-экономические вопросы, и многому другому можно научиться, побывав на Янаульском элеваторе. На подсобном хозяйстве элеватора работают 10 человек. Здесь содержится свыше 500 голов свиней. Только за полгода продано рабочим предприятие около 6 тонн мяса. «Поросяты, как маленькие дети, за ними нужен тщательный и постоянный уход», говорит ветеринарный врач хозяйства Глюза Камиловна Гельмулина, и делает все возможное, чтобы как можно меньше был падеж, чтобы росли поросяты крепкими, здоровыми. Много лет здесь трудятся Хасфатулина Асма, Габдрахманова Файруза, Тимирбаева Романа и Шаймарданов Зайнутин. Здание подсобного хозяйства старое, ежегодно ремонтируется, и в этом году планируют провести ремонт крыши. И все же здесь созданы все условия для очистки помещения, соблюдения санитарных и гигиенических условий. Имеется и проточная вода. Анфиса Пахнатович, а выгодно ли в наше тяжелое финансовое, экономическое время, содержать большое подсобное хозяйство для предприятия? Вы знаете, этот вопрос можно сегодня, конечно, двояко отгадать. Выгодно ли, не выгодно ли? Я сейчас постараюсь вам на этот вопрос отгадать. Это, с одной стороны, сказать, выгодно, с другой стороны, не выгодно. Почему? Потому что в нашем подсобном хозяйстве на начале 1993 года было поголовье 397 голов. На 1 января 1994 года поголовье, значит, доведено до 507 голов. В течение 1993 года мы своим работникам дали мясо 25 килограммов, мясо, чистое мясо, значит, пенсионерам 18 килограммов. И, в общем, реализовано нашим рабочим всего 13 тонн мяса. 13 тонн мяса. Это, вроде, с одной стороны, мало, с другой стороны, конечно, для подсобного хозяйства и немало. Почему? Потому что я некоторыми руководителями хозяйств соседних районов, да и наших, в последнее время свинопоголовье сокращается. Это совершенно неправильно сегодня. Смотря, несмотря на инфляцию, несмотря на трудности, несмотря на даже кормами, должен сказать, кормами не очень-то трудно, потому что мы всем хозяйствуем своим регионом, помогаем комбикормами. Кто приезжает, кто, значит, нуждается, всем помогаем. Поэтому я хотел бы сказать, сегодня поголовье заканчивать, сокращать не надо. Еще раз повторяю, в тех хозяйствах, как в колхозах, довели до 300 голов. Это очень плохо. Это, конечно, уже нашей работы, конечно, не касается, но, тем не менее, я должен сказать тем руководителям, которые сокращают поголовье свинопоголовье. А по-нашему, вот я сказал уже, 13 тонн мяса мы все-таки своим рабочим реализовали. Ну, что за обошлось? Нам это обошлось, конечно, 1 килограмм, значит, свинины обошлось 4 210 рублей. Вроде это дорого. А мы сейчас реализуем мясо на 2 тысячи. В прошлом году реализовали за тысячу рублей. Вот, значит, мы убыток, уже прямые убытки сразу видно. Тем не менее, в прошлом году от подсобного хозяйства, значит, всего убыток было на 34 миллиона рублей. Сифра, конечно, внушающая. С одной стороны, вот, держать, стоит ли держать сегодня подсобное хозяйство, вопрос сразу возникает. Ну, я должен сказать, почему у нас себестоимость увеличилась, потому что мы очень много, очень много, в основном, теряли на ремонтные работы. Так, таково у нас содержание свинопоголовья не очень дорогое. А вот ремонтная работа, реконструкция помещения, вот, в основном, вот эти затраты у нас вливаются на себестоимость мяса, и поэтому себестоимость увеличивается. Я думаю, нынче вот, крыши закроем, вот, и в будущем, должен сказать, в течение нескольких лет затраты будут очень маленькими, мизерными, и она будет окупаться, и мясо дойдет, где-то, доведем, свинину, килограмм, свинины, где-то полтора, не более двух тысяч рублей за килограмм. Тогда она будет выгодна. А ведь еще есть другая сторона медали. Если сегодня, допустим, он экономистски невыгоден, он бы сегодня морально выгоден, потому что эти же рабочие, эти же наши некоторые нуждающие, некоторые даже и вот проводятся свадебные мероприятия, проводятся, значит, кое-какие торжества, да и есть нуждающиеся, а им ведь мы даем больше, не обязательно 25 килограмм, да и более даем таким нуждающимся, индивидуальный подход делаем. Вот с этой точки зрения, с моральной точки зрения, он сегодня все равно, товарищи, выгодно. Поэтому надо подсобным хозяйством, всем тем руководителям, которые, промышленным руководителям, надо заниматься. Правда, могут сказать, да, Гельмульин, тебе, конечно, хорошо, у тебя, конечно, под руками корма. Ну, правильно, конечно, правильно, под руками у нас корма. Ну, тем промышленным хозяйством, допустим, НГДУ, Краснохолмск, он расширился. Молодцы они, последние годы расширились, много делали, но у них корма нету, ну, мы с ними работаем, на бартере работаем. Они нам, например, трубу дают, некоторые оборудование дают, а мы им комбикорма даем. Здесь мы не деньгами решаем, а бартерным путем решаем свои вопросы. Так что промышленным предприятием, пожалуйста, живя здесь, я на улице, имея элеватор, надо этим воспользоваться. И, я думаю, надо всем заливаться этим производством, подсобным производством. Ну, у нас еще дополнительно есть пасека, две пасеки, которые мы, конечно, по голове пока еще мало. 67 голов на 1 января было, ну, на 1, скажем, июня. Ну, вот, в настоящее время товарищи наши занимаются увеличением по голове. Мы доведем минимум до 120 голов обязательно в течение этого будущего года. Ну, тоже там, потому что себестоимость меда, если сказать, даже много в прошлом году даже. Она дошла, если 7900 рублей. В прошлом году килограмм мяса дошло 7900 рублей. Когда тогда на базаре еще 4,5-5 тысяч рублей стоило. Про меда, да, правильно. Это тоже, вроде, экономически тоже невыгодно. Ну, мы в прошлом году, опять-таки, по 2 килограмма меда по 2 тысячи раздали. И пенсионерам по 1 килограмму раздали. Кстати, у нас пенсионеры 200 человек тоже. И работающие 350. Вот, почти тонны 200 килограммов меда мы раздали. А, опять-таки, это моральная сторона. И потом мы вкладываем туда пока. Когда вложишь, она себестоимость всегда будет больше. А вот вкладываешь, вложишь, потом, значит, начинаешь плоды пожинать. Я думаю, и у нас мед будет дешевле. Дешевле. И пока сможем, пока, значит, Бог даст, Аллах даст, природа даст, надо медом тоже заниматься надо. Это слепные, во-первых. Не каждый, ведь, рабочий, служащий там может заниматься медом. Может его даже закупать где-то от стороны. Поэтому немножко для поддержки мы должны своим рабочим дать. Этим вопросом мы будем в дальнейшем тоже заниматься. Андрей Сахманович, и когда же ждать в следующий раз отпуска мяса работникам и пенсионерам Вашего предприятия? Вот мы сейчас подготовка к заготовке урожая идёт вопрос. Значит, 15 июля мы намещаем свой собранное предприятие и принять техбазу. Сейчас подготовка вовсю идёт. Вот мы к этому времени раздадим рабочим мясо. Янаульский край — это земля, взрастившая около десятка докторов наук, свыше 40 кандидатов наук, множество писателей, поэтов, художников, заслуженных деятелей культуры и искусства. Среди них Нил Ильдар Юзеевы, Нурихан Фаттах, Сажида Сулейманова, Ирод Зарипов, Ковсарья Шафикова, Аклема Саяпова и многие-многие другие. Уважаемые телезрители, мы начинаем цикл передач, посвящённых нашим землякам. Открываем мы его со встречи с генералом-майором пограничных войск России Халилем Хайреевичем Фархутиновым. Его мы вместе со своей супругой Клавдией Фёдоровной пригласили к себе в студию. Халил Хайреевич, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям немного о себе. Ну, перед тем, наверное, как рассказать. Спасибо за то, что вы пригласили нас с супругой. Это прекрасное телевидение наше, интересное. Я уже наслышан о том, что есть местное у нас своё телевидение. И этому я рад, почему-то, потому что она воспитывает людей. Делает хорошее начало всех, как раз, на начал. Приближает людей. Интересно слушать Мировоззрение – то, что говорят наши люди. Те, кто тут родился. Те, кто тут жил. Те, кто не забывает свою родину. Коротко о себе. Родился я в 1948 году, после войны, после военной года. Деревня Кисакаин, недалеко отсюда. Я считаю эту деревню одной из красивейших. Не знаю, как другим. Потому что я там родился. Пробовал молоко своей матери. Родителей у меня обыкновенные деревенские люди. Мать работала у хитринси. К сожалению, ушла рано из жизни. Отец умер в прошлом году. Покойный. Прожил 73 года. Воевал. Семья у нас была по тем временам в средней. У меня Вадим Логунов. А меня Аня делила. Пятеро детей. Я самый старший. Учился в школе. Спасибо. Восемь классов закончил в Бодряше. Затем в Карманово. После окончания школы в 66-м году поступил в военное училище. В 70-м закончил и, как говорится, начал свою военную карьеру. Я считаю, что раз человек военный должен, по какой-то мере, быть карьеристом. И вот, как говорится, с лейтенантских погонов дошел до генерал-майоровских. И где вы служите сейчас? Служил я после... Служу, вернее. И буду, вероятно, пока служить по границам войска. Прошел всю границу бывшего Советского Союза. Служил на Памире-Тяншане. В Грузии, в Армении, в Прибалтике. Более 4-х лет на Камчатке. После Камчатки вернулся опять за Кавказием. В настоящее время служил заместителем командующего Кавказским особым пограничным округом. Управление войск округа находится в Ставрополе. Олег Ильич, скажите, пожалуйста, какие функции выполняет погранвойска России? Пограничные войска России были созданы ровно год тому назад. Но все равно отмечаем 28 мая как и день пограничника бывшего Советского Союза и России. Мы так и отметили. Президент России принял на командующих округов наших. 28 мая был прием хороший. После распада Советского Союза мы стали формировать новые пограничные части и подразделения для того, чтобы обеспечить охрану государственной границы России. Так, по Северному Кавказу мы размещаем, формируем новые пограничные отряды. В Сащах, в Адлере, вернее, Нальфике, Владикавказе, Черкесске, Дербенте, Махачкалах. И точно таким же порядком идет создание новых рубежей охраны государственной границы России по всей территории России. Одновременно, пока мы обеспечиваем охрану границ с Турцией, с Ираном, частично за Кавказе. Это первый рубеж пока как СНГ, а так уже параллельно мы создаем, размещаем пограничные части самой России. Жанин Ильич, расскажите, пожалуйста, о каком-либо эпизоде из Вашей военной жизни. Ну, эпизодов было много, особенно за Кавказе. Несколько раз обстреливали, шел я на корабле, раз в Ашемчире, в Грузию, вдоль Абхазии. Был я на Карабахе, видел ужасы результатов вот этой войны. Затем, выводя колонну большую, был остановлен бандформированиями, пришлось применять оружие. Возглавлял группу сам лично, за что получил орден за личное мужество, указан президентом России. И было тяжело. Тут все не расскажешь, времени на это надо много, а так... Валерий Хареевич, говорят в народе, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А в детстве вы мечтали ли стать генералом? В детстве я мечтал стать летчиком, как в старые добрые времена. Но получилось так, что поступил в это училище. Получив звание лейтенанта, конечно, мечтал хотя бы получить звание полковника, ну, а дядь по тем временам по паху. Но получилось так, что, вероятно, настойчивостью, работой достиг, я считаю, такого высокого звания. Спасибо. Халиль Хареевич, вот вчера только прошли в школах выпускные вечера. Наверное, среди них тоже есть много ребят, которые мечтают стать военным. В наше трудное, сложное время стоит ли об этом мечтать? Я думаю, стоит мечтать. Почему? Потому что профессия военная – это профессия мужчины настоящего. То, что происходит в стране, вероятно, в скором времени уйдет в прошлое. Почему? Потому что всегда так бывало. Когда менялась система, не только у нас, да и в других странах. В какой-то мере профессия военных становилась, как говорится, может, непрестижной. Но я думаю о том, что она, то, что я говорил, пройдет. Профессия она, профессия мужественных людей, профессия, которая защищает Родину, она останется, пока есть государство, страна, границы и так далее. Поэтому надо мечтать, надо идти в военное училище, поступать, служить отчизнику. Да, славится наш район своими земляками. И не зря, наверное, им посвящают свои песни и стихи наши композиторы, поэты. Не обошли они вниманием и генерала-майора пограничных войск России Халилия Хайриевича Фархутинова. Сегодня у нас в гостях также Наиль Ахпетович Шаймарданов, который написал музыку, песни, которые посвящаются именно Халилию Хайриевичу. Я хотел бы сказать о том, что о Халилие Хайриевиче я слышал очень давно и, честно сказать, ждал. У меня мечта такая была, когда же я увижу самого живого генерала, человека, которому посвятил я свою песню, вернее, музыку. Слова к этой песне написал мой друг Закий Ильясович Насыров. Человек, который является руководителем огромного коллектива. Он является представителем колхоза Ленин-Юлы. И когда он сказал, что у него есть односельчанин, друг, который служит в пограничных войсках, который каждый год приезжает в их родную деревню, он показал слова этой песни. У меня зародилась такая мысль написать песню. Я о чем хотел бы сказать. И Халили Хайриевич, и Закий Ильясович являются большими руководителями. И то, что они, в частности, Закий Ильясович вернулся в свой родной колхоз, в свою родную деревню, а Халили Хайриевич каждый год приезжает в свою родную деревню, это говорит о том, что это люди, самые настоящие люди, люди с большой буквы, широкой души. И я бы хотел, Халили Хайриевич, чтобы вот эта песня, которую мы посвятили вам, чтобы вы, где бы вы ни были, где бы вы ни служили, чтобы вот эта песня напоминала вам о вашей родной деревне, о ваших друзьях, и чтобы вы всегда вспоминали свою родину. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода 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 Колхозы успешно справились полугодовыми планами по продаже мяса и молока. Как сказал председатель колхоза Зикав Ахметович Тимиргазин, кормов, заготовленных в прошлом году, хватило на зимовку. И все еще продолжает кормить ими животных, которые содержатся в фермах колхоза. На 29 июня в колхозе скосили траву на сено на 52 гектарах, на сенаж на 180 гектарах. Колхозынан баш агрономы Рикза Абейтабаров. Рикза Абей, бубасыдан не дирекшир бары? Онданы сенажға шоаб барабыз. Сенажға олабыз инде мина, кейсқалар. Сенажға олабыз инде мина, кейсқалар, 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 кейсқалар. Сенажға олабыз инде мина, кейсқалар, 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 кейсқалар. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok